Начинаем наш новый пятничный выпуск. В этот раз он про приключения. Сейчас 4 часа утра, и мы сейчас испытаем вместе с вами день приключений, который подарит мне бестфренд. Очень интересно, что же это будет? Сейчас идут сборы чемоданов. Я немного собираюсь, не подкладывая рук. Главное, не забыть ничего важного. Я думаю, вы меня понимаете. Ну что, друзья, мы начинаем наше путешествие. Первым делом простроим маршрут, пожалуйста. Пожалуйста, вот маршрут. Нам ехать 45 минут без пробок. Сегодня впечатление номер 2 заключается в том, что пробок нет. Друзья, мы только что взяли кофеечек, потому что мы, если честно, спали сегодня полтора часа. И это я преувеличиваю. Мы спали гораздо меньше. Итак, пробираемся по сугробам в машине. Ну, то место, куда мы приедем, там сугробов не будет. Спойлер. Мы приехали не на ту парковку. Блин. Нам придется загрузиться и снова поехать дальше. Блин. Ну, тут ужасно. Плюсы, потому что мы сейчас в терминале Б, а так мы поедем в нужный нам терминал. И это у нас уже такое не первый раз. Мы просто каждый раз где-то не там паркуем. Все нормально. Нам даже удобнее, потому что это парковка терминала, так сказать, С. А именно нашего терминала, который нам нужен. Поэтому нам еще удобнее несколько раз. Продолжение следует... Ну, все, мы сдали наш багаж. А дальше нас ждет какой-то сюрприз. Меня, точнее, ждет какой-то сюрприз. Сегодня же день впечатлений. Правда, Женя, на самом деле, вы уже знаете. Сюрприз. Я уже догадался. Я проболтался. Ну, вы-то не знаете. Это не значит, что это будет неприятно. Вот в чем суть. Прошли все проверки, паспортные контроли. И сейчас я жду Ваню. Вот он, кстати, выходит. Ну, что? А дальше идем. Сейчас немножко отдохнем и полетим. Друзья, ну, наконец-то мы расслабились. Сидим с комфортом в бизнес-зале с очень классным видом. Смотрим, как летают самолеты. Спрашивай меня, что там. Скажи, пожалуйста, куда мы летим? Самое интересное, я не знаю, куда мы летим. Ты знаешь страну? Потому что мы... Я даже страну не знаю. У меня с завязанными глазами мы выбирали билеты. Ну, ладно, я шучу. Мы летим в Египет. Но я не знаю, в какой отель. Потому что изначально мы выбрали один, но Айван решил мне сделать сюрприз и заказал совершенно другой отель. Потому что вроде тот, который мы выбирали, был классный. Да, первый отель был обычный, стандартный, но 5 звезд, как бы тоже все включено, естественно. А этот какой-то вообще необычный, новый. Интересно, что за отель вообще? Страшно ли тебе лететь в эту страну? Нет, вообще ни капли не страшно. Я знаю, что там взрывают, убивают, взрывают самолеты, убивают людей, режут верблюдов, выпускают кровь. Буквально через 7 часов ты выйдешь из самолета и окажешься в температуре плюс 25. Это как-то обычно. Вот я сейчас нахожусь в зиме, и у меня нормально. Потом я нахожусь в лете, и я буквально за 20 минут привыкаю, что сейчас лето. Когда мы только что сюда пришли, мне было некомфортно, и мне казалось, что здесь обстановка как в вип-зале, как на вокзале на каком-то, где просто уже друг на друге сидят, и за эту гречку бьется. Я когда пошел себе брать суп, там уже был не суп, там была вот каша какая-то, и просто куча народу пытается вот это все заграбастать. Я считаю, что авиакомпаниям надо обязательно ограничивать количество продаваемых мест в вип-зале и в лаунже. Вот я не верю в эти сказки. Какую страну вы любите больше всего? Россию. Послание, кстати, Айвону и Жене в отель. Вот вы сейчас лежите в кроватке, в теплой, да? Уже знаете, что за отель, жители моря. Это мы. Короче, мы можем еще посидеть. Заканчивайте. Давай погоняемся на секунду. Какие технологии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Забираем багаж. Ужасное самочувствие. Долго не спали. Поехали! Приятно ощутить солнце, лето, прямо из зимы. Я ощущаю это солнце у себя на коже. И это такой кайф вообще невероятный. Я соскучился. Очень соскучился по солнцу. Вот оно! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы с Женей выбрали отель вместе вдвоем. Выбирали отель в Шарм-эль-Шейхе. Но потом внезапно я решил сделать сюрприз и поменять все на 360 градусов. И мы оказались в Кургаде. И едем... 360 это знаешь как? Ровно в ту же точку, значит, возвращаемся. 360 градусов. Иди в задницу. И мы, значит, я решил доплатить немного денег, чтобы сделать такой замечательный подарок. Говорим много. Впечатлений для Жени. И... В общем, мы едем в лакшери-отель. Я обожаю сюрпризы. Сюрпризы это вообще, это мое все. Я ожидаю от этого отеля, что он будет... Он удивительно невероятный. Я знаю немного о нем информации, совсем чуть-чуть. И эта информация, что отель достаточно новый. Больше я не знаю ничего про это. Вот. И я в предвкушении. Хочется быстрее приехать, посмотреть. Как ты думаешь, он красивый? Я думаю, он великолепный. Правильный ответ. А дальше мы все уставшие абсолютно, измотанные дорогой, измотанные перелетом. Но кто летает, вы знаете, как это тяжело выносить перелеты. Правда. И дальше мы приезжали разные отели. И каждый раз мы думали, а может быть вот этот? Точнее, я думал, потому что Ваня-то знал, куда мы едем, а я нет. И вот, например, заезжаем мы в отель, который называется Neverland. Странное название. И здесь вот такие везде статуи, арт-объекты и прочее. Я уже подумал, что мы здесь. Но оказалось, что мы потом едем дальше. Но вообще, посмотрите, живописно и интересно. Хотя при такой жарище, ну что там, ходить, гулять и смотреть на эти статуи. Один раз посмотрел, как бы даже из окна машины, и тебе уже хватило. Мы проезжаем этот отель, и дальше видим уже такой более классический египетский стиль. Фараон Резорт. И здесь вот как пирамиды везде, статуи. Проезжали множество отелей, и почти всех уже высадили, а мы до сих пор здесь. Мы проехали много отелей, и все они, честно говоря, не очень. И мы теперь боимся, какой же отель достанется нам. Это как лотерей, сумасшедшая. То же самое интересное, это в том числе и мой подарок. Потому что я за этот отель доплатил, чтобы мы в нем жили. Интересно, какой он будет. Первое впечатление об отеле просто вау. Очень классно, современно. Посмотрите вообще на качество всех-всех деталей. Это абсолютный тренд сезона. Посмотрите, эти цвета. О том, что запомнилось, что круто. Сразу на входе нам принесли полотенцем, протерли руки. Сразу забрали чемоданы. Правда, мы пока не знаем, забрали ли и куда их дели. Давай, с началом отдыха мы можем окнуваться в Италию. Первым делом мы отметили наш приезд, конечно. И сразу пошли смотреть наш номер. Вот протискиваемся по этому коридору, где была уборка. Но так в целом очень, конечно, круто, красиво, светло, чисто, невероятно ароматно. Вот проходим всякий мусор. Потом его тут же убрали, естественно. И сейчас такой будет тайный момент передачи чаевых. Это, кстати, очень важно для того, чтобы персонал всегда был с вами вежлив. И сразу попадаем, смотрим, какой вид, боже. Ну, посмотрите. Ну, разве это не сказка? Ради такого вида мы, конечно, сюда и прилетели. Что, мы тут уже немножечко освоились, да? Погуляли, посмотрели. Как тебе впечатление первое? Мне очень нравится этот отель. Я, честно говоря, от него кайфую. И я здесь чувствую себя очень комфортно. А прямо сейчас мы идем на ужин. Вот он, 7, 7, 7 кухонь. 7 кухонь разнообразных. Вот, это круто. И мы очень любим делать обзоры еды. Прямо сейчас делаем небольшой. Хотя очень голодный, у меня уже слюди текут. Но этот отель действительно удивил нас разнообразием разных потрясающих блюд различных народов мира, различных традиций. И наши вкусовые рецепторы, ну, просто радовались такому разнообразию. Потому что, когда мы находимся в Москве, конечно, у нас есть несколько любимых блюд, которые мы в основном одно и то же готовим, от которых мы не устаем. Может быть, потом расскажу, какие это блюда. Те, кто внимательно смотрит мой влог, наверное, уже догадались, какие блюда я больше всего люблю готовить. В общем, здесь мы кайфовали. Представляете, как классно, не надо ни готовить, ни мыть посуду, ни закупать продукты там постоянно. И есть абсолютно разнообразную, вкуснейшую еду. Это круто. И, может быть, вот за этим даже тоже вот надо ездить на отдых. Отдельного внимания здесь, конечно, заслуживает зона десертов, потому что их здесь очень много, и они очень красивые. Десерт – это особое эстетическое удовольствие. Мне, на самом деле, в жизни повезло. Я сладкое не люблю, поэтому я не жирею от этого сладкого бесконечного. Но сладкоежкам берегитесь. Сложно удержаться на таком отдыхе. Потому что, посмотрите, вот каждый десерт – это произведение искусства. Как старались повара все это украсить. Так, у нас первый ужин. Я решил попробовать сегодня суши, как здесь делают. Точнее, роллы. Также креветочки обязательно. И клубничку. А я сегодня решил попробовать корейский какой-то салат интересный. Пока не понял еще, что за салатик такой. Взял себе пасту болонезе, потому что здесь она есть. Да, это классно. И картошечка. Хочу попробовать стандартное, как оно вообще здесь на вкус. К сожалению, там еще какое-то было что-то типа подобие вока. Но оно как будто еще не готово в сковородке жариться. Хочу тоже подождать, попробовать. В общем, очень интересно. Ну все, друзья, мы поужинали. И вот сейчас чилим возле бассейна. С Айвоном. Там, кстати, есть зона интересная. Можно посмотреть спорт, футбол. Но мы не интересуемся. Если бы там Евровидение шло, да, другое дело. Вот. С таким вот видом замечательным сидим. И также, друзья, я вам хочу сегодня показать вид из нашего номера. Вид, честно говоря, очень странный. Смотрите, здесь вот такая, можно сказать, недостройка или заброшенка или что-то непонятно что. Внизу бассейн, а море вон там. Ну, в принципе, как бы с видом, да, на море. Но немножко вот надо вот так в бок смотреть. То есть, если здесь сидеть вот за этим столиком прекрасным, чудесным, немножко море видно. Вот. Мы просыпаемся, идем пить шампанское. Обед, идем пить шампанское. Идем на море, идем пить шампанское. Я не знаю, когда здесь мы вообще будем трезвыми. Когда мы просохнем. Я ощущаю, что мы приедем более уставшие, чем приехали сюда. Евгений, ну что, доброе-доброе утро. Сейчас на часах 12.26. Наконец-то мы смогли все-таки немного выспаться. Да. Мы замечательно выспались, уже встретились с гидом. И сегодня, по сути, да, не по факту, но по сути наш первый день. Да. Как же он у вас проходит и какое, наконец-то, да, такое первое впечатление об этом лакшери отдыхе? Действительно, только сегодня я смог оценить этот отдых. И всю красоту, которая у меня окружает. Потому что у меня так встроен организм. Я просто, когда уставший, я ничего не могу. Я этот позитив, знаешь, натягиваю просто вот так вот искусственно. А сегодня выспался, захотел нарядиться, одеть что-то белое. Вот. И в целом, ну, замечательная погода. Классное, чистое море, на которое мы сегодня пойдем насладимся. Сейчас мы попробуем обед. Вау. Обожаем. И еще сделали очень важное видео. Записали видео для Артстарта. А что вы можете сказать про рестораны и про ужины? Здесь шикарные рестораны. Кстати, вот я был во многих местах. Это первое место, где настолько разнообразно, настолько дорого. Тут действительно классные, дорогие продукты. Такие, как там креветки, например, королевские. Клубника в большом количестве. Хорошее, дорогое, вкусное шампанское. Потому что не просто все включено, а ультра все включено. И, ну, это вообще замечательно, когда такой уровень сервиса очень крутой. Получается мой, так скажем, сюрприз, подарок. Вот этот день рожденческий отдых. Вот то, что я немного апгрейднул все. Это все удалось. Удалось вообще абсолютно в десятку. Лучший отдых на сегодняшний момент. Лучший подарок. Вообще супер благодарен за это. А, точно, точно. Спасибо большое. Очень важно. Ну и в первый же вечер мы решили насладиться прогулкой, посмотреть территорию отеля, как она выглядит вечером. И решили сходить в ресторан, который находится прямо на море. Посмотрите, какой позитивный у нас официант. Который прямо находится на пляже. И еду мы сами должны были себе приготовить в мангале. Сегодня вечером мы пришли в ресторан YouCook. У нас здесь очень много всяких ресторанов. И мы буквально каждый день забронировали себе разные. Вот так вот. И этот ресторан очень крутой. Мы сидим прямо на песке. И сейчас будет вот на этом огне готовиться еда. Ну, даже скорее не на этом все-таки, а вот на вот этом, который еще не разогреться. А, блин, точно, да. И вот здесь море прямо рядом. Да, вот оно. У меня замечательное впечатление. Я забронировал ресторан на сегодня YouCook. И завтра у нас ресторан Ангелы-Демоны. Мы, кстати, оделись как Ангелы-Демоны. Который, кстати, я так понимаю, находится вон там, только внутри. Это вот Ангелы-Демоны. Ну, в общем, потому что у нас на территории нашего отеля только два ресторана. А на территории соседнего отеля четыре ресторана. И шестнадцатого числа, скорее всего, мы пойдем на итальянский вечер. Готовим вместе нашим пятничным выпуском курица. Вот она. Курочка. Говядина, моя любимая. Может, еще рыбку туда закинем? Боняло? Да, согласен. Это ужас. Может быть, это? Ну, давай, я все равно их не очень ем. А чем переворачивать? Ну, вилкой, наверное. Ну, что, расскажи мне что-нибудь интересненькое нашим зрителям. Так, я с камерой держу. Ну, что? Тебя снимаю, рассказывай. Говорю за кадры. В общем, сегодня мы кушаем вот в таком замечательном ресторане, который называется Ю Кук. Да. Или, как в нашем случае, Хрюндель Кук. Когда мы сюда только что пришли, Ваню обманули, что это... Пранканули, что это все закрыто. И он поверил на секунду. Я правда поверил. А мне официант подмигивал в этот момент, что, типа, это пранк. И я начал снимать. Серьезно? Да. Друзья, всем привет. У нас сегодня супер вообще Челова прошел день. Этот, он такой прошел на пляже. Мы играли в разные игры. Что вообще про нас не скажешь. Мы супер какие-то такие неспортивные, но сегодня играли в игры пляжные. Какие-то шары там кидали, бросали. В общем, было прикольно. Прикольно. А сейчас вот уже практически стемнело. И мы одни уже остались на пляже. Настолько нам понравилось тут чилить, что мы никак не уйдем. А поклажа бы для них, казалось, и легка. Да лебедь рвется в облака, рак пятится назад, а щука тянет в воду. Кто виноват из них? Кто прав? Судить не нам. Да только воз. И ныне там. Мы пришли в монгольский ресторан. Нам дали легкую закусочку, а дальше мы возьмем вот эти номерки и вместе с вами пойдем сами себе там выбирать, набирать. Но практически система шведский стол. Не понимаю, чем она отличается. Особо, наверное, тем, что готовит сразу при себе. Говнище, короче. Итак, друзья, это выглядит следующим образом. Здесь мы выбираем основу. Здесь вот есть лапша, много всего, но я взял только лапшу. Переходим сюда. Здесь у нас чесночок, морепродукты, рыба. Но я что-то боюсь ее брать, если я честно, это биф. Я, наверное, сделаю себе с говядиной. Есть курица. Ваня взял с курицей. Вот. Как тебе, Вань? Очень здорово, мне нравится. Необычно, да? Давай, сейчас еще чуть-чуть тебе чикина добавлю. Little bit, как говорится. Смотрите, у меня все здесь замариновано уже, все в солнце. О, хорошо. В итоге первое впечатление о монгольской кухне у нас было не очень до того момента, пока мы ее не попробовали. Вы знаете, вот до сих пор у меня это самое, наверное, лучшее, то, что я когда-либо пробовал. Тут, конечно, шоу-программа еще была от шефа. Он все это поливал, все это полыхало. Все это было необычайно. Круто, зрелищно, смотрибельно. В тарелке это уже выглядело как-то вот так вот. Будем эту еду. А дальше нас ждала вечерняя программа. Нас пытались удивить танцующим шоу Аладдина и женщин, которые они пытались поднять. Но нас, деятели шоу-бизнеса, таким не удивишь, потому что мы этих шоу-программ уже наелись. Дальше мы попали в душную маршрутку. Это был наш выбор абсолютно. И мы поехали на дискотеку. На этой дискотеке мы познакомились с прекрасной девушкой, которая потом весь вечер читала нам стихи. Год прошел, как сон пустой. Царь женился на другом. Правду молвить, молодица уж и впрямь была царица. Высока, стройна, бела, и умом и всем взяла. Но зато горда, ломила, свинляла и спесила. Ей в преданное дано было зеркальце одно. Свойство зеркальца не было. Говорить оно умело. Такой стол я хочу домой, на веранду. Обязательно. Ну и далее, уже который день подряд нас заставили самих готовить себе ужин. Ничего не оставалось, как танцевать и веселиться. Снова, вот этот стол, про который я говорил, в нем встроен гриль. Мне кажется, для веранды идеальный вообще вариант. Единственное, не знаю, как он выдерживает осадки, выдерживает дожди, но, не знаю, наверное, надо его под крышу упаковывать. Тут солнце дышит и светит круглый год, и места нет на планете, лучше его лежат. И баба Синь, зови сюда друзей, открой свой новый мир без суматохи всей. И пусть солнце над нами летит, за горизонт, но мы знаем, чего хотим. Тусуем без забоход, солнце ярко дышит вместе с нами в такт. Отдыхаем мы на Мальдивах, даже если что-то здесь идет не так. Отдыхаем только на Мальдивах, может просто отдыхать, такой талант. Отдыхаем здесь на Мальдивах. Это целый рай, байфа не нужен нам. Отдыхаем и на Мальдивах. Сейчас мы идем на пляж, там чуть-чуть загораем, купаемся. У нас есть на это буквально 20 минут. Потом мы идем в джакузи, у нас тоже на это есть 20 минут. Потом мы идем в спа, там делаем массажи, потому что меня вчера продуло, и я просто сегодня проснулся и не могу дышать. Вот они, 36. Сегодня мы празднуем день рождения в мексиканском ресторане. Каждый день разный, как всегда. У нас уже просто челлендж какой-то показать все кухни мира. И вот так мексиканская кухня выглядит. Так, ребята, мы сегодня празднуем в мексиканском ресторане. И я в шоке. Мне принесли торт. Ну как его возможно съесть? Посмотрите. Он гигантский, не знаю, он на компанию из 20 человек. Обещаю над пропастью по краю. Пусть это видео закончится так же неожиданно, как оно и началось. Такая была у нас поездка на мой день рождения. Это было еще в марте. И вдруг я обнаружил в своем телефоне много прекрасных, неиспользованных, полузабытых кадров. И решил превратить это в фильм. Я надеюсь, вам понравился мой такой день рожденческий трип. Наше путешествие было, правда, очень круто. Но, знаете, уже пора, честно говоря, к следующему марту готовиться. К следующему дню рождения. Дорогие друзья, спасибо всем, кто смотрел этот пятничный выпуск. Не забудьте ставить лайки, писать комментарии. И, конечно, я надеюсь, вы подписаны на канал. Еще больше классных видео скоро ждут вас прямо здесь. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok